Дмитрий Алексеевич Кнорым, я старший научный сотрудник медицинской биологии Белозерского в университете и занимаюсь генетикой, генетичной биологией микроорганизмов. Я буду читать вам эту и следующую две лекции. Сегодняшняя наша лекция посвящена тому, как стареют живые организмы. И старением занимается слово биологии, которое называется геронтология. Сегодня речь пойдет про то, почему стареют живые организмы, как с этим пытаются бороться, с чем это связано. Но прежде чем перейти к обсуждению непосредственно каких-то биологических вещей, давайте поговоримся про то, что такое вообще старение. Смотрите внимательно на этот график. За оси оптицы отложено время, а за другой оси отложена вероятность поломки системы, вероятность смерти системы. Сейчас давайте даже отключимся от живых организмов, а просто представим некую систему. Некий автомат, робот, машина, ну, кому что проще. Если со временем вероятность поломки этой системы не меняется, это значит, что эта система не стареет. А если, чем больше эта система просуществовала, проработала, тем больше вероятность того, что она сломается, это означает, что эта система стареет. То есть старение – это увеличение в течение времени вероятности отказа системы. Ну, если речь идет про живые организмы, то это можно говорить про смерть живого организма. Ну, и давайте вот с нескольких примеров обсудим, стареют они или нет. Вот в стакане, как вы думаете, стареют или нет? Нет. Ну, так в первом приближении можно так считать. А автомобиль? Да. Ну, конечно, представьте автомобиль, который выпустили 20 лет назад и который выпустили в этом году. Очевидно, что вероятность то, что сломается автомобиль очень старый, намного более. Ну, наверное, молекулы не стареют. Стареют ли микроорганизмы? Это очень большой вопрос и до сих пор идет обсуждение. Есть ли старение у микроорганизмов или нет? Кто-то находит на эти признаки, кто-то считает, что это все это некая условность. А можете ли вы придумать какие-то системы, которые не стареют? Давайте, это достаточно интересно. Искусство. Искусство. В целом, ну, короче, я хочу пример. Атом. Атом. Ну, раз уж молекулы мы решили, что не стареют, атомы по всей этой мастерии тоже. Ну, еще кто-нибудь что-нибудь может придумать? Вода. Вода. Ну, да. Нет, а что-то более сложное. Кто-нибудь может придумать что-то более сложное, что не стареют? Что это? Вечер и ста. Ой, я не слышу. Простите. Вечер и ста. А. Вселенная. Вселенная. Про Вселенную я не знаю, это честно. Но мне кажется, хороший пример большой сложной системы, которая не стареет, это город. Мы возьмем, например, Москву. Я думаю, что вероятность того, что Москва прекратит свое существование, не больше, чем вероятность того, чтобы прекратить свое существование какой-нибудь маленький город, недавно основанный. То есть, там, или это, поднимки, причем более древний город, Афина, они, в общем, существуют и функционируют. То есть, вот, например, можно рассмотреть город на стареющую тишку. Но перейдем теперь, наконец, к живым организму, человек, очевидным образом, наверное, для нас стареет. И, действительно, если мы посмотрим на вот этот график, мы будем блок-график смотреть, то чем больше возраст человека, тем больше вероятность смерти. Понятно, что там в молодом возрасте она относится небольшая, но при увеличении возраста вероятность человека даже до следующего года становится все немножко меньше и меньше. То есть, человек, очевидным образом, стареет. Но что интересно, что старение начинается, там, не в 30-е, не в 40-е, не в 50-е, как, может, некоторые думают, а намного раньше. Посмотрите теперь на вот эту гистограмму. На этой гистограмме отложили возраст олимпийских чемпионов, победивших в олимпийских играх. Ну и что представлено на этом график? Человек, который построил эту гистограмму, взял всех победителей олимпийских игр и посчитал, сколько им было лет в тот момент, когда они выиграли эти олимпийские игры. И оказалось, что там 2 человека имели возраста от 23 до 24 лет, 5 человек имели возраста от 24 до 25, ну и так далее. Видите, всего лишь 2 человека, старше 30 лет, стали чемпионом олимпийских игр в борьбе. Тут рассматривали только борьбу. Что это значит? Это значит, что уже начиная с возраста с 20, где-то 27 лет, вероятность победить своего соперника в очень термой схватке понижается. На самом деле снижение каких-то функций в организмах у человека наступает не в 30, не в 40, не в 50, не в 60 лет, а где-то в районе 25-30 лет. Так что, мне кажется, это полезное знание на будущее. Еще один такой же пример, тоже другие исследуются из Соединенных Штатов, построили вот такой график. Они там рассматривали возраст различных людей и оценивали, удалось ли им зайти на Эверест. Они взяли все, проанализировали все оптимистские группы, которые пытались покорить самую высокую вершину мира Эверест и смотрели, удалось ли им войти или не удалось. Видно, что если человеку было от 20 до 30 лет, то с вероятностью где-то одна треть, то есть где-то каждый третий человек такого возраста достигал вершины. Вот этот черный график обозначает успех восхождения. То есть где-то треть людей, хотавшихся зайти на Эверест в возрасте от 20 до 30 лет, достигли вершины. Но если посмотреть уже на людей в возрасте от 35 до 50 лет, видно, что эта кривая начинает идти вниз. Что это значит? Что с возрастом, если возраст у человека больше 35 лет, то уже вероятность того, что он дойдет на вершину Эвереста, намного меньше, чем если он попытался делать более малую метрость. Что это значит? Что это значит, что какие-то первые симптомы в действительности организма начинают проявляться вот очень радо. И это мы видим в случае с такими жесткими соревнованиями, как в борьбах с людьми в играх, или в случае с таким испытанием, как восхождение на вершину Эвереста. Вот тут есть еще второй график, который отражает, какова была вероятность, что альпинист не то, что не дойдет на вершину, но и погибнет в процессе восхождения. Но видно, что этот график начинает обниматься вверх значительно позже. То есть только альпинисты старше 60 лет уже имели повышенный шанс вообще погибнуть во время восхождения. Ну, вывод какой отсюда, что, значит, надо не путать привычную нам продолжительность жизни человека и старение. И старение начинается очень рано. То есть в районе, в случае человека, в районе 25-30 лет. Это можно увидеть в тех случаях, когда человек оказывается в каких-то экстремальных условиях среды. Вероятность успеха работы организма человека в каких-то экстремальных условиях начинает уже снижаться с возраста 25-30 лет. Ну, давайте попробуем обсудить, что же все-таки происходит при старинке. Первое, что приходит в голову, это, что есть каких-то два очевидных разных варианта. Как вы, наверное, знаете, что человек состоит из клеток, из огромного числа клеток, и что с возрастом, с нашим организмом происходит что-то не то. Есть какие-то два варианта? Первое, это то, что клеток определенного типа становится меньше, и в целом из-за того, что каких-то очень важных клеток не хватает, организм начинает хуже выполнять свою задачу. А второй вариант, что у нас все клетки содержатся в течение всей жизни в правиле и соотношении, но сами клетки начинают работать хуже. То есть клеток остается столько же, например, клеток мышцы, но они все начинают выполнять свою задачу. Какая из этих версий верна? Я, на самом деле, вернула обе версии, и мы сейчас, например, рассмотрим, что может не то происходить с клетками или с возможностями поддерживать количество клеток в достаточном количестве тканях организма. Первая теория, первое объяснение того, почему организм здоровья, связывает с теломерами. Американский ученый Леонард Хейфля обнаружил определительную вещь, что есть некоторые типы клеток взять из многоклеточного животного, рыцарь, мышцарь, тролик, в принципе, из человека этого самого, и поместить в питательную среду, и начать культивировать в виде отдельных клеток. Это сейчас очень широко распространение подходов биологических исследований. Практически в каждой биологической лаборатории есть культура клеток, когда культивируется не далеко же живой организм, там немножко дрозакивами, мыши, крыса, а отдельные клетки в пробирке культивируются. И он обнаружил, что для некоторых типов клеток, а именно для фибропластов, для клеток сибиридной тканей, есть некий предел, сколько их можно держать в таких условиях в пробирке. Оказалось, что фибропласты делают 50 делений, и после этого теряют возможность дальше гибнуть. То есть, если мы возьмем эти клетки из большого благотворительного организма, мы ввести в пробирку, они 50 раз поделятся, может быть, очень сильно увеличить свою биомассу, но потом все клетки погибнут. Оказалось, что в этих современных условиях клетки ограничены возможности по количеству делений, которые они могут совершить. Это ограничение назвали лимитом Кейфрика. Для развитых клеток этот лимит немножко отличается, и мы все интересные наблюдения. Значит, у нас не все клетки могут неограниченно делиться. И, соответственно, пока мы живем, какие-то ткани имеют ограниченную возможность к регенерации, к восстановлению. Вы, наверное, понимаете, что, по крайней мере, человек, на большую часть клеток постоянно возобновляется. Какая-то часть этой гибели, кроме гибель клеток и многоклеточных организмов, мы поговорим на следующей лекции очень подробно. Но гибнущие клетки постоянно возобновляются, за счет деления зоны показывается, и это деление имеет некие свои ограничения, связанные с очень простой вещью. С чем связан этот гибель клеток? Оказалось, что на прошлой лекции вам попробую рассказывали о ДНК, и чтобы гибель клетка поделилась, нужно дублицировать ДНК, содержащуюся в этой лекции. Оказалось, что фермент, отвечающий на компликацию ДНК, который делает копию Олегу и ДНК, оказалось, что у него есть одно такое ограничение. Он может сделать копию, и можно сделать копию самого кончика последовательности самых последних публиотидов в этой молитве. То есть каждый раз при репликации ДНК он немножко-немножко сокращает последовательность реплицируемой ДНК. И понятно, что при очень большом количестве репликаций, если мы много-много раз что-то копируем, каждый раз теряем с кончиков небольших участков. Но очевидно, что со временем участок, длина молекулы будет сокращаться, и в какой-то момент мы не сможем скопировать какую-то важную информацию. Вообще у нас достаточно большие... Вот в этих участках ДНК эти участки называются теломеры. Это края наших молекул ДНК, содержащихся в наших клетках. И в принципе там есть достаточно большой участок, который не содержит важной смысл информации. Но если вот это копирование происходит много-много раз, то в конце концов эти бессмысленные участки закончатся, и ДНК полидраза, который копирует ДНК, будет не докопировать какие-то осмысленные, важные участки ДНК, в которых закопированы белки, жизневажные для выполнения функций, отдельных клетками, тканями и так далее. Значит, лимит хейфрика связан с тем, что при репликации ДНК не копируются небольшие участки по краям. Как это? Но почему же мы тогда вообще все не погибаем? Понятно, почему такой вопрос встает? Ведь если этот фермент может делать корпу, и все время уменьшает нашу молекулу ДНК, то рано или поздно она у нас бы исчезла и мы начали терять жизневажную информацию, закодированные в этой ДНК. Но мы не погибаем, потому что в половых клетках и в некоторых тканях есть специальный фермент теломераза, который искусственно уприняет эти кончики ДНК, защищая, таким образом, ДНК от сокращения в результате неполной репликации. И не так давно было показано, что лимит хейфрика в большинстве случаев связан именно с тем, что в клетках, выделенных из мотоклеточных организмов, не содержится активного фермента, который позволяет удлинять вот эти концевые участки ДНК. Что сделали ученые из группы Зубна? Что мы показали? Они взяли другой тип клеток, клеток и патерия сетчатки, и наблюдали, что происходит с клетками этой лимитой. И записывали, сколько они могут делать деления. То есть они выделили много-много раз клетки и патерия сетчатки, каждый писали на свою пробирку, и следили, сколько раз может поделиться эта клетка. Если клетка могла поделиться 50 раз, то они после этого в этой пробирке прекращалось деление всех клеток, то они так и записывали, что да, клетка и патерия сетчатки может в этой пробирке 50 раз. И вот этими закрашенными кружочками обозначены клетки в контрольном эксперименте, просто клетки, взятые из обычного животного. И вот вы видите, что в каких-то пробирках они смогут 50 делений сделать, в каких-то 51, в каких-то 53, ну и так далее. Видно, что в районе 50-60 делений клетки сетчатки прекратили свое деление. А потом они точно такой же опыт сделали, но в клетки встроили ген теломераза, который позволил синтезировать в этих клетках фермент, который немножко удлиняет этот ДНК в области, в концовых участках. И провели точно такой же эксперимент, стали следить, сколько могут сделать делений клетки, в которых работает этот фермент, в которых есть теломераз. И видно, что делений, эти эксперименты уже обозначены треугольниками, и видно, что клетки с работающими теломеразами будут сделать намного больше делений в лаборатории. При этом, если случай с контрольными клетками без теломераза после 50-го деления останавливался, они видели, что клетки погибают, то в клетках, в которых работала теломераза, клетки продолжали делиться. То есть то, что они сделали 70-80 делений, это не обозначает, что у них увеличился лимит Хейфлика на 30-20 делений. Обозначает, что просто экспериментаторы остановили на этом эксперименте, и не стали смотреть дальше. Время деления у креотической клетки, типа Экутерия-Сифакт, Украины-Сусев, то есть вот этот эксперимент, что там 50-60-70-80 дней, и просто они устали смотреть, а клетки все продолжали, и продолжали делиться. То есть достаточно было встроить ферменты. Теломераза для того, чтобы клетки в культуре стали делиться неограниченным количеством рас. Сейчас есть много работ, которые указывают, что отсутствие активного фермента теломераза, который позволяет удлинять ДНК в некоторых наших тканях, связано со старением, связано с тем, что мы имеем ограниченную продолжительность жизни, ну или только для некорклеточных животных. Но это не единственная причина старения. Есть еще множество-множество других положений. Другой интересный пример, была другая теория, объясняющая, почему старение организма, была предложена Хармоном, который предположил, что причиной старения многоклеточных животных является постоянное образование так называемых активных форм кислорода. Примерами активных кислород являются кислородов. Вообще-то кислород – это ужасный яд. Вы, наверное, знаете, что есть такие аноэробные организмы, которые не переносят вообще кислород. И много-много миллионов лет назад, пока на планете Земля не было кислорода, вообще все организмы воспринимали кислород как очень страшный ясный. Собственно, ничего не изменилось. Кислород как был, так и остается ужасно опасным, очень реакционно способным наществом, способным реагировать с большим количеством органических соединений. Просто всё многообразие живых организмов на нашей планете, большая часть, приспособилась жить вот в этом концентрированном яме. Мне кажется, это достаточно интересно себе представлять, что мы живём в атмосфере где 20% кислорода приблизительно, и на самом деле мы живём в ядовитой, жутко-жутко-ядовитой атмосфере. Просто мы приспособились жить в таком концентрированном яме. Но, тем не менее, живя в таких нечеловеческих условиях, где наша атмосфера наполнена страшно ядовитым соединением, иногда что-то сбоит, и какие-то системы убреждаются, некоторые ферменты могут взаимодействовать с молекулярным кислородом, с которым мы получаем из воздуха. Кстати, используя нашу атмосферу ещё раз, образуется ещё более реакционно способная молекула, которая начинает убреждать макромолеку в плену. Ну, что такое макромолеку? Как Вы думаете, что будет, если у нас будет постоянно повреждаться белок и ДНК? Это, очевидно, не приведёт ни к чему хорошему, потому что с точки зрения даже энергетики организма очень дорого чинить белки, которые были повреждены в результате некаталитических реакций с активными формами кислорода. То есть вторая теория старения предполагает, что мы старением из-за того, что у нас постоянно накапливаются повреждения, связанные с химическими реакциями, с участием активных форм кислорода. Что интересно, что как и Хейфлик, так и Хармон, несмотря на то, что эти открытия были сделаны очень давно, они всё ещё живы, в 90 приблизительно лет, и они до сих пор работают в университетах в Америке, и это, мне кажется, достаточно забавный привёз, что два наиболее известных геронтолога в мире, в общем, до очень преклонных лет, продолжают работать, возможности не знают, в общем, нам не успели рассказать. Я вам рассказал про две теории, которые объясняют то, почему мы стареем. Первая – это то, что у нас постоянно укорачивается длина в ряде клеток, вторая – это то, что мы постоянно экспонируемся в производстве кислорода, которая достаточно токсична. Но на самом деле теории, которые объясняют, почему мы стареем, существует около 300-400 штук. В 1990 году, это было очень давно, я думаю, что многих из вас еще не было на свете, один исследователь Медведев попытался собрать все теории, объясняющие старение, и на тот момент собрал 300 теорий. Понятно, что с тех пор прошло ещё большое количество лет, и теория только добавилась, и вряд ли какая-то была закрыта, и в данный момент существует огромное количество теорий, которые объясняют то, почему мы стареем. Что они? Все… Такая-то одна из них, верно, остальные ложные? Ну, я думаю, что нет. Я думаю, что на самом деле все они имеют собой какую-то вполне существенную основу, и все они до определенной степени верны. И действительно, в разных условиях разные организмы стареют немножко по-разному, и, скорее всего, все эти факторы, описывающиеся во всех этих факторах, играют ту или иную в одних организмах более существенную, в менее существенную роль. Почему же вот этих теорий так много? А этот вопрос можно задать другим способом. Почему же так много причин, почему он старинный? Вот, запомните этот вопрос, на него мы попытаемся ответить во второй части лекции. Сейчас попытаемся просто запомнить этот вопрос, почему так много объяснений того, почему он старинный. Ну, тут мы перейдем немножко к другому вопросу и посмотрим на разные капитали. Африбанский слон в среднем живет 60 лет, кабан 20, капибара 8 лет, там, крыса около 3 лет. Ну, не бывает крыс, которые живут 60 лет, и кабанов, которые живут 60 лет. В принципе, у каждого вида живых организмов есть некий диапазон средней продолжительности жизни, в который они укладываются. Что это значит? Это значит, что до определенной степени из этого может следовать, что максимальная продолжительность жизни так любого организма так или иначе определяется генетически. Как же проверить, есть ли какая-то генетическая основа старения, определяется ли как-то продолжительность жизни нашими генами? Ну, конечно, определяется. Как это показали? Я сейчас вам покажу два исследования, которые иллюстрируют то, что, конечно, наши гены, тот код, который, программа, которая записана в нашей ДНК, она до определенной степени определяет нашу продолжительность жизни. Одно из исследований было сделано с использованием датских близнецов. Датскими учеными были под рукой очень хорошие данные, которые можно было анализировать. Они взяли большое, около тысячи, записи о том, сколько прожил человек, и выбрали из них близнецов. И посмотрели, какая разница. Они взяли данные относительно близнецов, которые жили около века назад. И посмотрели, какая разница между датой смерти одного близнеца и второго близнеца. И сравнили однояйцевых и разнояйцевых близнецов. Как вы, наверное, знаете из уроков биологии, что близнецы бывают двух типов. Одни полностью генетически одинаковые, у которых вообще полностью одинаковая ДНК. А другой тип близнецов, которые немножко различаются, которые генетически. Оказалось, что полностью генетические близнецы имеют чуть меньшую разницу между датами смерти, чем разнояйцевые близнецы или просто дальние родственники. Что это значит? Это значит, что полностью одинаковая ДНК не предсказывает то, сколько проживет второй близнец, основываясь на данных о продолжительности жизни первого близнеца. Второй пример, который доказывает то, что гены, я и показал, что нечезди, следуют из экспериментов на животных. Очень много исследований о продолжительности жизни сделано на синорам Детиселинг, в таком черве. Это вообще, наверное, неизлюбленный объект гетерантологов. И когда изучают этого червя, обычно строят немножко другие графики, генетокфейки, которые мы видели на одном из первых слайдов. По оси абциза отложено время жизни, а по оси абциза отложено долей выживших нематод. Живут в норме эти нематоды... Ой, тут ошибка, тут не дни, тут все-таки часы должно быть. Живут они в районе тысячи часов, и экспериментаторы берут какие-то большие садки с этими нематодами и считают, какое количество из этих нематод выживет. И что они сделали? Следователи начали изучать различных мутантов по различных мутантным нематодам. И обнаружили, что есть мутации, которые увеличивают продолжительность жизни. Они обнаружили, что можно сделать такую мутацию по одному из очень сложных ферментов. Этот фермент называется сиртуин. Катализирует какую-то ужасно сложную реакцию, но нам это не очень важно. Важно, что возможно сделать такую генетическую манипуляцию, что нематод будет жить немножко дольше. Что это значит? Это значит, что замена всего единственного гена в геноме нематоды может приводить к увеличению продолжительности жизни. Это тоже указывает на то, что есть существенная генетическая составляющая в максимальной продолжительности жизни и в старении многокличных живых организмов. Ну, значит, я надеюсь, вы не поверили в то, что максимальная продолжительность жизни определяется генами, но у вас должен был возникнуть на это такой вопрос. Если у нас продолжительность жизни, например, действительно лимитируется нашей генетикой, почему же не возникла бессмертность живых организмов, вечно молодых, которые живут сколько угодно, удобно? Было глагично, да, что если, ну, должны же существовать такие, если это определяется генами, а ДНК у нас постоянно меняется, происходит эволюция. В целом, естественный отбор направлен на улучшение свойств живых организмов. Почему же не появилось живого организма, который живет бесконечно долго, который, по крайней мере, не стареет? Понятно, что даже не стареющий живой организм с некоторой вероятностью мог бы погибать от каких-то случайных внешних факторов, что если бы хищник следили, на воде не случилось, да, но в идеальных условиях такой не стареющий организм должен был бы жить очень-очень долго. Но, первый ответ, что, во-первых, такие организмы во всей области есть. Есть организмы, которые живут очень долго, по крайней мере, этих организмов обычно называются как организмы с незаметным старением, то есть в этих организмах, в этих животных не наблюдают вообще никаких признаков старения. И примером, такого животного является бог землекоп, по-английски называется голая картокрыса. И вот его замечательная фотография. А вот эта фотография замечательна тем, что девушка, которая держит на руках этого голого землекопа, она ровесница этого объекта, и мы находим где-то по 25 лет. Ну, вы скажете, 25 лет это не очень много. Где же тут не стареющий, если этот голый землекоп жил до 25 лет? На самом деле это много. Я вам ещё покажу такой график, на котором опять положен возраст, голый землекоп в данном случае и вероятность смерти. И видно, что в течение 25 лет вероятность смерти практически не меняется. То есть она остаётся очень низкой, постоянной. И этот эксперимент до сих пор продолжается. Вот когда его опубликовали, голый землекоп уже жили до 25 лет, а сейчас этот график продолжает. Понимаете, что эти эксперименты ставить достаточно тяжело, потому что они очень длинные. Но тут что важно? Даже не так важно, что голый землекоп живёт так много для существа такого размера, а то, что вероятность смерти у него увеличивается. То есть если вы вспомните график на первом слайде нашей презентации, он скорее попадает в категорию объектов, которые не стареют. Сейчас очень много лабораторий бросились изучать этого голого землекопа, поэтому, что через пару лет, когда будете поступать в университет, уже будет известно намного больше, чем сейчас. И про голого землекопа я хотел ещё показать ещё один достаточно сложный график, который иллюстрирует, что на самом деле 25 лет такого маленького животного это очень много. Потому что, как мы уже видели, что обычно чем больше животное, тем больше у него в среднем продолжительности жизни. Это такая некая до сих пор до конца необъяснённая закономерность. Большие животные, слоны, мосы, они живут достаточно долго, а мелкие живут достаточно мало. И можно даже взять много-много видов животных и построить такой график. По оси ординат отложить массу тела, а по оси ординат максимальную продолжительность жизни, то, сколько максимум может это животное прожить. Но учёные любят всё запутывать. Они тут сделали этот график, не откладывая не просто массу тела, а логарифм массы тела. То есть, чтобы понять, какой массы было, значит, каждая точка — отдельный вид животных. Давайте рассмотрим вот этот вид, у которых по этой оси соответствует десяти, а по этой и будет. Чтобы посчитать, какая у него была на самом деле масса, нужно 2 и 7 умножить 10 раз в десятую степень. Ну, получится... Вот можно посмотреть на примере человека. Видите? Человек соответствует здесь где-то 12. А голый землекоп обозначен красной точкой. Он, вы видите, сильно выбивается из общей массы видов, представленных на этом графике. Но кроме голого землекопа, как вы, наверное, уже обратили внимание, выбивается вторая точка — человек. На самом деле, человек сейчас тоже очень сильно выбивается из графика. Мы живём намного дольше, чем полагается по своей массе. То есть, какое-то дикое животное от такой же массы, как человека, должно было бы жить, но вот, заметно меньше, в районе 25-30 лет. Ну, собственно, так и было. Когда человек революционировал, когда не было антибиотиков, не было развитой медицины, наши далёкие предки в среднем жили 25-30 лет и только, в общем, благодаря развитой медицине, гигиене и прочей инфраструктуре удалось увеличить очень сильную продолжительность жизни человека. Ну и всё же, давайте теперь вернёмся. Понятно, что было извлекопыт, скорее, исключение, почему все остальные организмы имеют очень ограниченную продолжительность жизни. А одновременно мы сейчас попытаемся ответить на вопрос, почему так много теорий, объясняющих, почему стареют живые организмы. На это есть особая теория, объясняющая, почему это стареют. Это пунктуационная теория старения. Она стоит немножко в особняке отсутствующих теорий, потому что все предыдущие теории объясняют, что происходит в нашем организме, какие там накапливаются повреждения, что не так становится с нашей ДНК, с нашими клетками. А пунктуационная теория старения предсказывает и показывает, что старение будет возникать в живых организмах вне зависимости от практически других обстоятельств. То есть, если у нас есть эволюционирующий какой-то вид живого организма, то со временем в нём появится старение. Старение будет постоянно возникать в процессе эволюции. И это вот наиболее сложная часть нашей лекции, поэтому я прошу постараться быть сейчас внимательным. Мы сейчас попытаемся... Эту теорию очень сложно рассказывать, не зная каких-то основ пунктуационной генетики, теории эволюции. Но мы попытаемся сейчас это делать. Поэтому старайтесь быть внимательными и упомякать то, что ты сейчас говоришь дальше. Чтобы понять, что получается структуационная теория старения, давайте пройдём высланный эксперимент. Возьмём модель, такую представим модель, что у нас есть некая площадь, в которой существует тысячи клеток. И численность нашей популяции клеток равна тысяче. И эта система постоянно меняется. Каждый шаг, ну давайте считать, что каждый день. У нас случайным образом 10% клеток мы выбираем и выбрасываем из системы. Мы считаем, что эти клетки погибают. Причём мы абсолютно случайным образом выбрасываем эти 10% клеток. А потом оставшиеся клетки делятся, тоже мы случайным образом выбираем какую-нибудь клетку, она делится и заполняет освободившееся место до тех пор, пока общая численность клеток опять не достигнет тысяч. Вот попробуйте это представить в качестве мысленного эксперимента. Сейчас я покажу какую-нибудь картинку, что вот у нас есть тысяча клеток, мы 100 клеток убрали, остальные поделились, заполнили пустое место. Следующий этап, то же самое. Следующий этап, то же самое. И так представим, что такая итерация идёт до бесконечности. То есть каждый день у нас теряются 100 клеток, и пустое место заполняется выделившимися клетками точными копиями тех клеток, которые выделились. Ну, наверное, очевидно, что на 100-й день, скорее всего, не останется исходных клеток. Если мы пройдём такую итерацию 100 дней, то исходных вот этих наших клеток, которые были вначале, не останется. А все будут какие-то их потоки, какие-то появившиеся клетки в результате деления. Давайте теперь рассмотрим день 100-тысячный. Сколько клеток будет с возрастом 0, только что появившихся? Простой вопрос. 100, совершенно верно. А с возрастом 1? Нет. Смотрите, с возрастом 1 не может быть больше 100, да? Потому что у нас с возрастом 0 было 100 клеток, да? Сколько клеток останется из этих 100 на следующую итерацию? То есть у нас появилось 100 клеток, сколько из них останется на следующий день? 100 клеток. А? 90. То есть 90, да? Понятно. То есть вот надо попытаться представить в голове вот эту систему, что у нас клетки постоянно появляются, делятся, заполняя пустые места. И теперь посмотрим на распределение вот этих клеток. Если вот эту итерацию проводить 100 тысяч раз, то получается вот такое распределение клеток по их возрасту, да? Клеток с возрастом 0 на 100, там эти 90 и так далее, и так далее. То есть чем больше возраст клетки, тем меньше шансов, что она уже сохранится, да? То есть клеток с возрастом 100 будет ужасно мало. Потому что это значит, что она в течение 100 дней ни разу не была схвачена и выброшена, ни разу не погибла, да? Это у нас опять дистаграмма, тут обозначено, какой возраст у клетки, а это сколько клеток такого возраста сохранилось на данную итерацию. Ну, допустим, вы это поняли, да? Теперь попробуем ввести дополнительное правило. Давайте, наверное, даже сейчас вернемся сюда. Давайте теперь вот в эту нашу систему введем еще одно дополнительное правило, что клетка погибает сразу же после рождения. Это вот в нашей программе, в нашей условии, в наш мусульный эксперимент добавляем еще одно правило, что клетка всегда гибнет сразу же после своего появления. И заполним из наших тысячи клеток, выберем 100 клеток и пометим их, что только в этих 100 клетках используется вот это дополнительное правило. То произойдет с клетками, в которых есть это правило. Очевидно, что они на следующий же ход все исчезнут. То есть введение такого жесткого условия для части клеток приведет к тому, что клетки, в которых записано вот это жесткое условие, очень быстро в нашей системе исчезнет. Они будут исчезать немного быстрее, чем бы они исчезли естественным путем с правилами, с оставшимися правилами нашего мысленного эксперимента. А теперь вот очень сложный, на самом деле, принципиальный вопрос для понимания мутационной теории старения. Мы опять возьмем нашу систему, которая постоянно интеллируется, постоянно 100 клеток имбрасывается, и часть клеток пометим, в часть клеток запишем дополнительное правило, что клетка умирает в возрасте 3 дней. То есть если она поделилась, то ее, появившись из этой клетки, он еще 3 дня просуществует, а потом точно погибнет. Мы его выбросим вне зависимости от остальных обстоятельств. И в часть клеток мы запишем вот такое правило, а в часть клеток мы запишем другое правило, что эта клетка тоже обязательно погибает, но через 30 итераций. Вопрос. И вот теперь самое сложное. Попытаемся, давайте представить эту систему, как она работает. Значит, у нас есть пища клеток. Мы продолжаем 100 клеток, включая, мы будем выбрасывать и заполнять новыми определившимися клетками, и вдруг мы туда вот сбрасываем какое-то количество клеток, в которых дополнительно записано это правило. Очевидно, что со временем клетки, в которых записано это правило, будут выброшены из системы, поскольку они будут случайно не будут. Но вопрос такой, какой клетки с каким правилом больше просуществуют в нашей системе? Так, ну давайте, кто сказал Б? Можете попытаться объяснить, почему? Да, ну совершенно верно. Те клетки, в которых вот это более жесткое правило, правило А, они будут выбраков выкидываться не только за счет случайных причин, но также и за счет того, что все клетки, которые дожили до третьего дня, автоматически выбрасываются из нашей системы. А то, что клетка дожилет до тридцать первого дня и не будет выброшена случайным образом, шанс уже очень маленький. Т.е. на самом деле, если посмотреть, провести наш эксперимент, то на каждом этапе итерации у нас будет 81 клетка с возрастом 3 и всего 4 клеток с возрастом 30 или более. То есть, таким образом, намного эффективнее выбраковывается в случае, если клетка уничтожается при возрасте 3 и намного менее эффективно выбраковывается, если клетка уничтожается в возрасте 31 день. Теперь попытаемся вот этот странный мысленный эксперимент перенести на живые организмы, что на самом деле представить, что у нас это не какие-то абстрактные клетки, не дни, а живые организмы, и правило записано в нашей ДНК, в ДНК этих живых организмов. И что из этого мысленного эксперимента следует? Что эти дополнительные правила мы называем мутацией. И что из этого будет следовать? Что те мутации, которые вредят на очень поздней стадии, на 30-м дне, они намного медленнее вымываются из нашей системы, намного медленнее браковываются из нашей системы в процессе отбора, чем те мутации, которые проявляются очень рано. То есть, переводя на живые организмы, вот сейчас мы перескочим из нашего мысленного эксперимента в живом организме, что если в живом организме появилась мутация, которая выглядит в раннем возрасте, то такая мутация будет выбраковываться естественным отбором и очень быстро исчезать из популяции живых организмов. А вот если эта мутация проявляется только на очень поздней стадии, то есть позднем возрасте, то такая мутация будет сохраняться и долго персистирует в этой системе. Мутации постоянно происходят в живых организмах. И мутации, которые вредят на раннем этапе жизни, и которые вредят на позднем этапе жизни. Но очевидно, что поскольку мутации, которые вредят на ранние времена, очень быстро выбраковываются естественным отбором, то их и относительно мало присутствует в живых организме. А вот те мутации, которые проявляются только в очень-очень позднем возрасте, те сохраняются и существуют в популяциях живых организмов. То есть какой из этого может быть свет биологический вид? Что мутация, проявляющаяся в позднем возрасте, будет существовать в популяции заметно дольше, чем мутация, проявляющаяся в раннем возрасте. Есть примеры таких мутаций? Примеров, может быть, не так много, да, но хорошим примером этой мутации является наследственное заболевание хопия-худинационного. Есть такое страшное наследственное заболевание, которое приводит к нейродегенеративное заболевание, которое связано с потерей функции нашего мозга. Это наследственное заболевание, оно, в общем-то, передается от родителей к детям. Но что такое заболевание интересно, что оно до 35-40 лет обычно вообще никак не проявляется. И начинает проявляться только в возрасте 40 лет в любой. Хотя уже при рождении можно сделать энкоанализ, посмотреть, есть ли у тебя это наследственное заболевание или нет. И до 35-40 лет вообще никакой разницы. Очевидно, что большая часть людей заводят детей до 30-35 лет и передаются по наследству это заболевание, поэтому это заболевание, в общем-то, широко распространено. В общем, если бы это заболевание проявлялось в малом возрасте, то ребенок мог бы не дожить до того возраста, когда будет замуж, женится. А поскольку это заболевание начинает проявляться только в возрасте 35-40 лет, то, в общем-то, оно всегда остается в популяции человека. Давайте теперь, чтобы понять, насколько понятна была система, решим такую задачу. Очень сложную. Ответ не совсем очевидным образом следует из рекомендационной теории. У нас есть две популяции опоссумов. Континентальная островная. При этом на континенте есть очень много хищников, которые едят этих опоссумов, и опоссумы гибнут очень-очень часто. А на острове опоссумы живут припеваючи и, в общем, никто их не трогал. Мы выловили этих опоссумов и посадили в клетку. И они достаточно долго эволюционируют независимо. Одни на острове, другие на континенте. Мы выловили этих опоссумов, посадили в диване и стали наблюдать, сколько они проживут. Кто больше проживет? Апоссум из континента или Апоссум из острова? Да. Континент, потому что на континенте он как-то в больных силах. Ну, уничтожают хищники, обстоятельства. А в острове? Ну, да. А другое мнение есть? А вы попробуйте вот эту нутационную теорию на это приложить. Апоссум из-за того, что на континенте особо, ну, уже на технике, ну, и в том, что ее консилия. А в клетке, если они уже специализировали, то, соответственно, в этом клетке все остается. И они просто, ну, в любом районе более ранее могут. Ну, да, понятно. Ну, кто-то еще хочет какие-то аргументы дать? Мне кажется, что с континента, потому что эти институты относят факты, но мне кажется, что они более революционно развитыми изначально, и они не могут способствовать. Нет, ну, я, понятно, вот это то, что вы говорили. Ну, в общем, такое объяснение, в принципе, тоже могло бы быть. Но вот это реальный пример, и в реальном примере, конечно, дольше жили основные апоссумы. Как раз это связано с тем, что на континенте апоссумы не доживали там до 3-4 лет, их всегда съедали. Там у них не было шанса дожить там до какого-то даже среднего возраста. Поэтому если в континентальных апоссумах появлялись мутации, которые проявляются в 5 лет, то они никак не выбраковывались естественным отбором. А на острове апоссумы жили очень долго, их никто не ел. И там вот эта мутация, которая проявляется поздно, она, в принципе, уже начинала глядить. Поэтому в соответствии с мутационной теорией старения, она предсказывала, что апоссумы, собственно, должны были бы жить дольше, потому что и, собственно, так и получилось в эксперименте, который мы с ним поставили. Но вот то, что вы говорите про то, что там будет более интенсивный отбор, это хороший тоже первый аргумент. В принципе, часто действуют оба фактора, что это на самом деле достаточно сложный в вопросе, какой из них проявится больше. Ну, значит, теперь мы подходим к главному выводу нашей следующей лестницы. О чем говорит интенсивная теория старения? Она, в общем-то, главная теория, которая объясняет, почему не возникает старение во всех живых организмах. Что популяция изначально, даже если мы возьмем популяцию изначально нестареющих живых организмов, то в процессе эволюции она будет обогащаться слабо-вредными мутациями, которые проявляются в сегодняшнем возрасте. Таким образом, старение – это, на самом деле, набор слабых наследственных заболеваний, которые проявляются начиная с определенного возраста. То есть, что такое вот все признаки старости? Хуже стали видеть глаза, сморщилась кожа, началась ортопения, слабость мыши. Это все большое количество иногда как-то взаимодействующих с другом наследственных заболеваний, которые начинают проявляться очень-очень поздно. То есть, старость совосуществует большого-большого количества вот таких заболеваний. Ну, вот еще один пример, аналогичный к апостолу, что только сделанный на дафне. В данном случае взяли дафни из луж и дафни из озера. В озере у дафни намного более стабильные условия, они живут намного дольше. А в лужах дафни постоянно пересыпают, поэтому для них это большой стресс. В среднем, как и лужах, это намного более агрессивная среда. Когда их переместили в авариум, оказалось, что дафни из озера в идеальных условиях живут несколько дольше, чем дафни из луж. Это еще одно такое экспериментальное подтверждение, вот у полной теории старения. То есть, что организмы, которые взяли из очень агрессивной внешней среды, в которых у них очень был маленький шанс даже до позднего возраста, они, скорее всего, успели на каком-то ремутации, позволяющей гибели даже в идеальных условиях, которые проявляются в очень большинстве продолжительности жизни. Ну и вот, опираясь на инфекционную теорию, вопрос, нужно ли замедлить старение? Да. Скажя из-за теории, если, например, спредит, рожать детей после 55 лет, законодательно, это теоретическое значение договоренности? Ну, я думаю, что, во-первых, это теоретически без проблем. Ну, теоретически, наверное, да. Да, но мне кажется, это как раз большой вопрос этический. Мне кажется, что в данной ситуации, может быть, правильный путь – это более широкое распространение какой-нибудь генотерапии. То есть, это, по-моему, биологи обычно считают, что генотерапия, которая сейчас очень активно развивается, это нормальный способ как-то компенсировать всевозможные наследственные заболевания, которые персистируют в популяции человека. Так, все-таки, можно ли заметить старение? Как Вы пообщаетесь о правильной ситуации? Да, можно, получается, когда старение – это процесс улюбения некоторых болезней по наследству. А так как, если, например, люди будут давать наследство очень поздно, сам по этой времени, вот все, как будет эта болезнь, лихо надо будет заболеть, и по наследству не будет предаваться. Тогда на следующем поколении у него будет оно более слабое, и так с каждым разом, пока сам болезнь не исчезнет. Нет, ну, это все-таки Вы опять уходите куда-то в какие-то такие уже за пределами биологического обсуждения. То есть, что вот я, скорее даже, в практическом плане ставлю вопрос в отношении сейчас живущих людей. Вот есть люди, которые взрослеют, а потом начинают старение. Нужно ли как-то бороться с вот этим старением? Да, можно заметить от генерации. Мне кажется, просто, если постепенно, то, например, обещал постепенно приводить теплое внешних цветов к азианам? Да, вот еще. Мне кажется, просто генерации еле ставить бедно-девшую тему правду. Да, но это, как Вы помните, целомерная теория старения – это одна из трех стран, да? Вот это хороший ответ, что действительно так даже пытаются делать, ставить целомерную. Но мы так справимся, ну, скорее всего, мы таким образом чуть-чуть увеличим приводить жизнь, да? Но поскольку мутаций таких, скорее всего, много, наследственных заболеваний, проявляющихся в поздном возрасте, очень много, то таких модификаций нужно сделать очень много. То есть, на самом деле, на мой взгляд, разумный ответ тут выглядит, что да, можно, но это ужасно сложно, потому что нам надо бороться с огромным количеством наследственных заболеваний. В принципе, любое даже генетически передаваемое заболевание можно как-то комментировать. Далее. Фактически, можно ведь им возразить умор, чтобы изменить друг друга человека и сделать его похожим на Делинкан, например, ящериц, чтобы он успех не ревел в этот момент. Ну, вот, например, здесь клиент у тебя. А если взял это, где ребенок вкушить, то это будет все. Да, ну, я пока бы на этом не был настолько... НЕО не стал модифицировать ДНК человека, это, в общем... Да, Вячеслав. Еще раз, да? Ну, это, мне кажется, тоже, по крайней мере, не ответ на этот вопрос. Ну, все-таки я еще... Последний раз. Вы спросите, что важно смотреть на животных разной инвентации и определять какие инвентации для их выкраски? Да, да, да. Не, вот... Вопрос, например, с какими инвентациями, в каких системах работают? Это может быть, чтобы они распределены другими системами, которые все так заведают старением? Да. Я про это не говорю, что, на самом деле, причин старения очень много. И какие-то из них мы понимаем, какие-то нет. И поэтому теоретически возможность замедлить старение есть, да? Но это очень сложная и большая работа, потому что нам приходится иметь дело с очень-очень большим количеством разных инвентаций, каждое из которых как-то по-своему проявляется. И это... Поэтому получается достаточно большой и сложной задачей, да? Замедлить старение. Ну, сейчас существует очень большое количество работ, в которых ученые пытаются предлагать какие-то способы, там, лекарства, которые продлевают жизнь. Было очень много открытий, а потом закрытий. Предлагали... Предполагалось, что мелатонин играет большую роль. Такое вещество резвератров, ему возлагали большую надежду, а потом немножко этот оптимизм угас. И было очень большое число открытий, которое на экспериментальных животных показывало какой-то хороший эффект, но когда это вещество стали пробовать на каких-то других... В других системах оказывалось, что, если эффекты есть, он ужасно маленький. Что, в общем-то, и соответствует инвентационной теории старения. То, что, как бы, причин старения очень много. И, скорее всего, каким-то одним воздействием побороть все эти причины не удастся. Но есть, может быть, единственный наиболее универсальный способ, который продлевает жизнь, который предложил диетолог Клайв Манкей. Это, наверное, на данный момент самый эффективный универсальный способ, который может приводить к увеличению продолжительности жизни лимбраторных животных. Клайв Манкей сделал удивительный такой эксперимент. Он взял мышей, посадил их в Девари, где эти мыши держал, и стал давать им сколько хочешь еды. Первая группа мышей. Давал, и записывал, сколько эти мыши могут съесть. Если мышь съела 30 грамм рукой, то он так и записывал. Потихоньку он вычислил, сколько мышь съедает еды, когда вообще в еде не ограничено. А потом запустил новый эксперимент. И одной группе мышей давал столько еды максимум, сколько они съедают в оптимальном условии, а другой давал намного меньше. Двое или втрое меньше еды. И оказалось, что мыши, которые ели до отвала, живут взамен меньше, чем мыши, которые существенно голодали. Сначала над ним смеялись, говорили, что это за глупость. Эти мыши голодают, а при этом живут дольше. Но сейчас уже на абсолютно разных экспериментальных системах, не только на мышах, но и на других животных, этот эффект был повторен. Действительно, по-научному это называется ограничение глаголинности питания. Практически во всех модельных системах приводит к достаточно существенному увеличению продолжительности жизни. И это сейчас является более перспективным. Сейчас исследователи пытаются разобраться в механизмах, почему это приводит к увеличению продолжительности жизни. Но если кто-то решил, что сразу же начать меньше действия, то обольщаться на этот счет не нужно, потому что, несмотря на увеличение продолжительности жизни у голодающих душей, их эффективность деятельности, их подвижность, поисковая активность свежалась. То есть это не проходило даром, а было, в общем-то, за счет каких-то других важных функций. Так что я бы это практически в смысле не воспринимал данный эксперимент. Ну, на этом мы практически заканчиваем. Я люблю всегда показывать некоторые текущие вопросы, которые сейчас, в данный момент, исследователи решают научные задачи, которые сейчас пытаются решить учебники. Одной из, наверное, сейчас наиболее широко решаемых задач – это поиск этих мутаций, которые, собственно, вызывают эти наследственные... Поиск мутаций в ДНК человека, которые приводят к увеличению продолжительности жизни. То есть очень интересно было бы найти все генетические изменения, которые называют вот эти слабые наследственные заболевания, проявляющиеся в возрасте. И ученые пытаются каким-то образом идентифицировать эти мутации. Что они для этого делают? Они, например, берут ДНК людей, которые дожили до 100 лет, определяют последовательность ДНК этих людей и смотрят, какие особенности есть в ДНК людей, которые дожили до 100 лет, отличающие от людей, которые от всех остальных людей вместе взяли. И таким образом потихоньку пытаются найти, какие изменения в ДНК приводят к ограничению продолжительности жизни человека. А на этом слайде тоже, может быть, для интереса предназначена самая, оказывается, женщина, которая дожила до 12 лет. На данный момент это максимально научно зафиксированная продолжительность жизни человека. Хотя где-то в какой-то жёлтой прессе появляются какие-то большие цифры, но научно зафиксировано только в 122 года максимально продолжительность жизни жизни человека. Ну и еще очень интересный вопрос. Терантология — это некая дватосмертность. По оси абсциссии у нас отложен возраст, а по оси ординат отложена вероятность смерти. Так же, как на первом графике. Чем больше вероятность смерти, тем как да. То есть старение организма. И вот этот эксперимент поставлен на мушках, на средиземноморских мушках. Это близкие родственники плодовых мушек Герзафии. И ученые, проанализировав огромное количество плодовых миллионов му, обнаружили очень странную версию. В течение первых 25 дней вероятность смерти резко растет, но если уже мухи дожили до какого-то возраста, то вероятность смерти перестает увеличиваться. Она остается очень высокой, но фактически в очень поздном возрасте мухи перестают стареть. Это явление получило название плата смерти, что в очень поздном возрасте старение как будто бы прекращается. Но ни механизмы, ни причины этого, верный ли это для других животных остается пока что неизвестным. И остается вполне интересным открытым вопросом геронтологии. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова